Всем привет! Меня зовут Катя Шевчук и уже больше года я веду на YouTube свой канал, свой бьюти-канал, свой бьюти-блог, в рамках которого я с удовольствием делюсь с вами своими секретами ухода за кожей, своими секретами ухода за волосами, за телом и, конечно же, своими любимыми продуктами по макияжу. Наступил Новый Год 2017 и в этом 2017 году я с удовольствием продолжу делиться с вами своими секретами, своими находками. Мы вместе будем открывать и изучать какие-то новые продукты из области ухода за собой, из бьюти-сферы. Я буду стараться регулярно радовать вас новыми интересными видео. Я жду от вас, пожалуйста, активного фидбэка, комментариев, лайков. Поддерживайте меня, пожалуйста, стимулируйте, я вам за это очень-очень буду признательна. Те, кто внимательно следят за моим ютуб-каналом и за моим аккаунтом в инстаграме, вот, кстати, ссылочка на него. Я в течение нескольких недель была в Америке и, как вы знаете, я совершенно влюбилась в американскую сифору, непосредственно в ассортимент американской сифоры, который действительно впечатляет, потому что там я нашла продукты, о которых очень-очень много слышала хвалебных отзывов, которые очень-очень долго хотела и которые давно уже находились в моем wish-листе, но которые, к сожалению, у меня не было возможности попробовать, потому что приобрести их и найти их можно только на территории Соединенных Штатов Америки, в других странах они, к сожалению, не представлены, даже в сети магазинов сифора. Итак, сегодня я с удовольствием покажу вам мои новинки декоративной косметики, мои новинки макияжа, которые я привезла из Америки, в каждой из которых я могу вам честно признаться влюблена. Я знаю, каждая из них заняла достойное место внутри моего бьюти-кейса, я думаю, все вы о нем видели в моих видео. Так, оставайтесь, пожалуйста, со мной, впереди у нас еще очень-очень много интересного. Первый продукт, о котором бы хотелось вам рассказать, это вот такая вот нежно-розовая перламутровая баночка от австралийской марки Becca, и это у нас Under Eye Brightening Corrector. Это корректор под глаза, подсвечивающий, я им с удовольствием пользуюсь все последнее время. Он вот такого вот нежно-розового света с мелкими-мелкими перламутровыми отражающими частичками, и поверьте мне, вот даже сегодня при нанесении макияжа я специально нанесла данный корректор под один глаз, под второй я не нанесла, и разница разительная. Честно говоря, данный корректор не только великолепно подсвечивает, он также увлажняет зону под вашими глазками, и также достаточно неплохо маскирует темные круги под глазами, и так в моем случае, когда у меня нет каких-то ярко выраженных кругов под глазами, в принципе, данного корректора мне хватило полностью для того, чтобы привести мою зону под глазками в то состояние, в котором она меня полностью будет устраивать для вот такого вот съемочного макияжа. То есть поверх данного корректора уже консилером мне пользоваться не пришлось, я лишь немножечко в конце макияжа припудрила данную зону мелкой дисперсной пудрой для того, чтобы макияж у меня даже в данной зоне не тек и не скатывался. Еще один продукт, о котором бы вам хотелось рассказать, это вот такой вот лайнер для глаз черного цвета, называется он Tattoo Liner. Это лайнер от марки Kat Von D. Данная марка очень популярна в Америке, собственно, сама Kat Von D, она проживает в Лос-Анджелесе, и во всех сифорах Элея, во всех сифорах Америки представлена ее совершенно потрясающая коллекция именно декоративной косметики, в которой очень-очень много продуктов для глаз, очень-очень много продуктов для скульптурирования лица, очень много потрясающих палеток теней. Я с удовольствием рассматривала данную коллекцию и изучала ее детально в магазинах сифора. Как вы знаете, у меня достаточно много уже разнообразных продуктов. Мне, конечно же, безусловно, очень хотелось что-то попробовать от Дивы Kat Von D, и поэтому я для себя выбрала вот такой вот Tattoo Liner, который, кстати, моя подруга, живущая в Л.А. очень-очень хвалила. Это водостойкий лайнер. У него вот такой вот очень-очень тонкий упругий кончик, и с помощью него я с легкостью наношу все эти стрелки, которые я задумываю, и стрелки получаются очень графичные, очень четкие, и, в принципе, при достаточно небольшой сноровке действительно пользоваться им очень легко и удобно. Вот сегодня я, к сожалению, стрелку такую ярко выраженную не делала, поэтому вот сегодня я обошлась без использования данного лайнера, но вообще, после того, как он у меня появился, он является моим абсолютным фаворитом, и если мне надо нарисовать стрелочку, то беру я из своей коллекции именно вот этот вот тату-лайнер от Kat Von D. Немножечко инсайдерской информации. Я совершенно случайно узнала, что уже на днях косметика от Дивы из Л.А. Kat Von D появится в некоторых европейских сифорах. Прошу прощения, я знаю, что во Франции она точно должна появиться. По поводу остальных стран, честно говоря, пока у меня информации нет, можете проверить на сайте и уточнить. Еще один мой любимчик, еще один продукт, о котором бы очень хотелось вам рассказать, это вот такая вот палетка от марки Hourglass. Марка Hourglass тоже представлена только в Америке. Я, к сожалению, в России ее ни разу не видела и так найти не смогла. В данном случае это у меня Ambient Lighting Palette. Это палетка с хайлайтерами. В марке Hourglass достаточно много различных палеток, честно говоря, все они потрясающие, и выбрать что-то одно практически невозможно, но вот в результате я остановила свое внимание на вот этой вот потрясающей палетке хайлайтеров. Я, кстати, когда ее увидела, я очень обрадовалась, что я не взяла трио палетку хайлайтеров от марки The Balm, потому что я думаю, что она, скорее всего, бы частично повторяла данную палетку от Hourglass. А вот от Hourglass она действительно потрясающая и своим дизайном, и потрясающими тремя оттенками. Здесь, в отличие от марки The Balm, совсем темного оттенка нет, все оттенки весьма-весьма носибельные. Этот у нас такой более серый, этот более розовый, и здесь у нас светоотражающие частички наиболее крупные, и этот такой вот чуть-чуть-чуть с бронзовинкой. Они все три очень-очень мелкодисперсные. На данный момент вот в этом своем сегодняшнем макияже для высветления зоны скул, подбровного пространства, галочки над губой и спинки моего носика, я использовала вот этот вот центральный оттенок. Каждый из данных оттенков, имеющихся в данной палетке, он в марке Hourglass представлен отдельно в виде моно-хайлайтера, поэтому если вам все три не нужны, вы можете с легкостью приобрести лишь один из них и с удовольствием им пользоваться и наслаждаться. И еще один продукт, который уже очень давно находится в моем wish-листе, который я жадностью рассматривала на многих и многих инстаграм-страничках бьюти-блогеров и любителей макияжа, это, конечно же, палетка Modern Renaissance от Anastasia Beverly Hills, собственно, как можно побывать в Л.А. и не привезти оттуда палетку от Anastasia Beverly Hills. Так вот, мне досталась именно та, которую я так хотела, именно та желанная, заветная, которая, в принципе, была распродана по всему миру, и действительно найти ее было совершенно невозможно. Я достаточно много потратила времени на то, чтобы отследить данную палетку, но вот во всех моих поездках, даже в Мюнхене, данной палетки я не смогла найти. А здесь, вот совершенно случайно, в Нью-Йорке я ее нашла, и, как вы сами понимаете, пройти мимо не было никаких сил, и данная палетка стала моей. Сейчас я вам аккуратненько покажу, что находится внутри. Здесь у нас зеркальце, которое сейчас будет нам хулигански отсвечивать. Вот они, совершенно потрясающие оттенки данной палетки. Как вы видите, некоторыми из них я уже пользовалась. И также здесь в комплекте есть вот такая вот двухсторонняя кисточка, также от Anastasia Beverly Hills. Вот этот кончик кисточки такой более пушистый, и, соответственно, этот второй, вот этот вот, он более плотный. Данной кисточкой я не пользовалась, потому что, честно говоря, мне очень нравятся мои маковские кисти, и, как правило, я наношу тени своей любимой 217-й пушистой маковской кистью. Сегодня я использовала для вот этого вот макияжа глаз, который у меня сейчас. В качестве базы я использовала оттенок Antique Bronze, и в качестве затемнения складочки верхнего века и внешнего уголка я использовала Kipro Sundar, вот этот вот темно-коричневый оттенок, и сверху я наложила немножечко на внутренний уголок века, и вот сюда вот на зону подвижного века я наложила немножечко шиммерного оттенка, я смешала золотинку с розовинкой, и у меня получилось вот то, что получилось. В этой палетке совершенно потрясающая вот эта вот зона теплых оттенков, таких песочных, бежевых, и также совершенно потрясающая вот эта вот зона красных оттенков. Очень красивый Red Ochre, такой вот матовый темно-красный, совершенно потрясающий Venetian Red, он таки с таким вот легким шиммером вишневый, более насыщенный Love Letter, и Real Guard, такой уже более рыжий, более кирпичный. Как вы знаете, как в прошлом сезоне, так и в этом сезоне, красные оттенки в макияже являются ультрамодными, после того, как Luceo Pico создала свою совершенно потрясающую палетку теней для линейки Chanel, все влюбились в красные цвета, и как это ни удивительно, и как это ни странно, для меня лично стало открытием, что действительно красные оттенки при правильном нанесении, они украшают практически любые глаза, и мои синие при правильном использовании, правильном подборе оттенка начинают просто сиять, осветиться изнутри, и мой синий становится еще более насыщенный, поэтому вот она, моя заветная палеточка Modern Renaissance. Я думаю, что, в принципе, я, наверное, этой палеткой на ближайшее время закрою свою коллекцию палеток на какое-то время, потому что у меня их, правда, накопилось достаточно много, и мне хочется потратить какое-то время на то, чтобы все их попробовать, посочетать по-разному, поэкспериментировать с цветами, поэкспериментировать с фактурами. В принципе, выбор действительно на данный момент уже палеток достаточно большой, как классических, так и более смелых и модных, так что с макияжем в ближайшее время я постараюсь вам показывать какие-то новые идеи. Спасибо большое, что остаетесь со мной, если вам нравится данное видео, ставьте пальчики вверх, оставляйте, пожалуйста, комментарии внизу. Если вы еще не являетесь подписчиком моего канала, то скорее подписывайтесь на мой канал, впереди у нас еще очень-очень много видео, которое я для вас подготовила, впереди у нас еще много интересных сюрпризов, впереди вас ждет розыгрыш, который я для вас готовлю в ближайшие месяцы. Спасибо большое, что остаетесь со мной, спасибо большое, что стимулируете и мотивируете меня записывать новые видео. Всего вам самого хорошего, и до скорых встреч на моем канале. Пока-пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok